уже устала хочет домой Антоха хочет в принципе домой и вообще подальше от этой все движухи вырезанная торпеда она вырезана под каркас глаза открой вообще было место для петли но ладно двери вот осталось чуть-чуть только под это сам двери все-таки пришлось переделать том что не закрывалась немножечко распилить подогнуть и стекло в окно обратненько залепили все двери обе закрывали уже тут все делать и стекло в окно на этом самом извини пожалуйста тут а у тебя она была ниже у тебя понимаешь нужно по регламенту ну я не знаю губа соответствует этой штуке или нет но типа не должна выпирать за вертикальную проект вот если заканчивается бампер она торчать не может а я понял хорошо у тебя она будет вот здесь вот и ты ты понимаешь что охлаждаться не будет понимаешь не будет хорошо давайте дальше так извини кстати вот подожди 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 мы поменяли масло любликс racing series титан 5 в 50 мат парни слили масло сейчас мы посмотрим так мне кажется ты маленький фильтр взял на всю эту движуху когда я буду на газу херачить угол смотрите запихали мне сюда кстати кто говорил что спереди не будет помещаться мы запихали ребята запихали сюда каким-то образом два вентилятора все она уже стоит 2 вентилятора диффузор диффузор теперь есть это вот такая штука чтобы именно вытягивала направлять направлено со всего радиатор а он так и будет ситуация а ты примерял ты примерил еще ребята должны сделать глушак сидела окно вырезали из этой парашек это что это что поликарбона поликарбонат нельзя говорят ребята брать а кстати вот какие у меня были вентиляторы такая у нас как эта штука называется ленты крепление аккумулятора крепление аккумулятора и он такие ленты обязательно длинный номер лет и вот закрываться какой-то не горючий банк банка не не горючая диэлектрическая диэлектрическая не не алюминиевая не в ней должен должен быть с сомнений сосок а сапун ну что сегодня уже 15 января осталось в принципе 55 дней до выезда 5 дней до выезда машина вот в таком состоянии класс очень прикольно веселуха всем самолечус так сказать небольшой разлад тут обстановка разруха обстановка немножко не успеваем я даже не знаю как это назвать но вроде все под контроль вроде все под контролем в последнее время мне начали давать обратную связь по моим по моим видеороликам говорят что мало информативности я вам дам максимальной информативности дам максимально много информативности по крайней менее постараюсь чтобы вам было все ясно понятно размыкатель масс у нас вот так вот не прикручивая площадка для ручника нормальная наконец-таки и наконец-таки с левой стороны у меня здесь стояло здесь все приварили обратно ну и удобно не надо тянуться теперь к ручнику он будет рядом с рулем это будет максимально быстро ускорять процесс ручника у нас собрание тут небольшая команда вот здесь мы все здесь стоим остановитесь почему-то не 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 материшься у себя на канале у меня материшься сорт вот небольшое решаем вопросы вообще все финансовые у нас 16 января 17 45 мы здесь 13 часов вообще никуда не спешим потому что мы везде успеваем особенность серёжа знает что пять минут ему дай он соберет тачку пять минут и готова оси а антони сегодня в 9 вечера уходить антон ждет 9 вечера сейчас мы обсудим пару вопросов и мы что мы кирилла он тут нам проводку собирает как обстановка кирилл слушай в целом хорошо несмотря на то что какое там уже сегодня число сегодня уже до сих пор 16 до сих пор 16 праздники были хорошие короче не суть вот у нас есть эта вот та часть которая тебе уже показывал это то что нужно нас идет под печкой туда на блоке и вот тут вот есть смотанный клубок это у нас то что идет назад нас тут из заплетов то что чем мы столкнемся у тебя тут заколхожены были разъемы на насос я не знаю сейчас в быстром формате наверное все таки я верну просто подцеплюсь проводом к поводу вообще по-хорошему туда надо разъем бы поменять посмотрим что там можно будет сделать будем ставить эти тоже расскажу дальше вот эти все гребешки которые тут были не все убрал вообще абсолютно такая копна только здесь это убирать не буду потому что она находится внутри короба вот здесь вот эти все вычистил убрал все теперь в общем опрятно аккуратно стало вот это вот у нас с тобой зажигание стартер я в итоге решил тебе знаю как как мы любим на 36 делать где туманки у тебя просто мы одну кнопку переделаем чтобы она была без фиксации и у тебя будет одна кнопка это зажигание зажал а вторая просто нажал за его машина у меня там сейчас вентилятор вентилятором и другое место с тобой короче у нас также здесь появились вентиляторы их тоже во внутрь сюда засунул вот на них новые повода полностью я их в пину и наверно штатные места здесь как по схеме чтобы если что легко было найти что не будет соответствовать штатным схемам вентилятора и так все еще здесь лежит потому что у нас был очень долгий разговор серьезный разговор но мне уже очень нравится очень нравится сейчас минуточку братан ты что их делаешь несъемными конечно почему короче мы их делаем несъемными ну я хотел съемный внутрь и скрипал их и застал нет я если на сцену они будет жарко вдруг взял снял кто как не делает дети вообще отвечают абсолютно антоха знаешь что я не люблю когда пьют с одной бутылки я люблю это пидс 1 вы только кузна класс 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 круто прикольно что Анатолий, 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 Анатолий же, да ты? Да, конечно. Фарид сейчас тоже думает, что Антон и Анатолий это один и тот же человек. Нет? Ну, значит, Антон свалил вот такие штучки, на жесткой сцепи сделал. Вообще, говорят, нельзя делать на жесткой сцепи, радиатора должен быть какой-то ход, вездеход. У нас его нет, поэтому сказали, пока что мы так поставим, ничего страшного не произойдет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Казалось бы, самая легкая хрень и такая трудоемкая, на самом деле, по времени, он уже час, наверное, ставит одно стекло. Вроде там смотришь снаружи на машине стекло, думаешь, а, зафигачил и пошел. Ну, хотя, наверное, так тоже можно сделать, но... А мне нравится, что здесь вот аккуратно все ровно, смотрите, лишнее вырежем. Между ними определенные... какое расстояние там? 72 миллиметра. 72 миллиметра, тут не хватило. Все, отсюда... Выдули, выдули. Красиво, аккуратненько поставили. Антоха тут переварил немножечко, покрасил. Кстати, двери вот здесь также тоже покрасил. Теперь как будто ничего и не было. Почти ничего не было. Как будто было сделано нормально. Дверь уже готова. Здесь немножко надо подпилить, потому что при натяжке поликарбоната на изогнутую рамку чуть-чуть вылезло вот тут. Вот я здесь подпилил уже, сейчас краешки оплавленные ножом, то я с кем счищу и будет. Я ставлю себе некий план... Вот как ты понимаешь, что вот рабочий день пришел к концу, скажем так? Я поставил цели, задачи на этом. Так, а что ты... Они все выполнены. Выполнены. А какие цели сегодня ты сделал? Ну, расскажи. Массажер доработал по передней части автомобиля. Так. Крепление интеркулера. Ага. Крепление радиатора. Так. Установка вентиляторов. Вот еще масляную проставку накрутил новую. Ого! Уже ты там ее доработал, как ты хотел доработать? Пока нет. А уже накрутил ничего. Я не смогу ее доработать, у меня нет инструмента, чтобы ее доработать. Я думал, он сейчас скажет, что у меня нет настроения, чтобы его доработать. Оказывается, инструмент. Настроение в 9 часов вечера. В субботу, знаешь, тут тоже как бы особенный. А чем заниматься? Что делать? Все закрыто. Что ты хотел делать? Дом открыт. Дома двери открыты. А там... Там табачат. У Антона сын с трактором. С сын с трактором. С сын с трактором. Да вот именно, что у Антона сын с трактором. Антон не нужен сегодня вообще. Что мы обратно приехали? После работы. Здорово, друзья. Ну что, как? Обстановка. Ты домой? Здорово, Серег. Ты как? Нормальное настроение или такое же, как у Антона? Такое, что у Антона. Я тебя понял. А что там? Как вообще? Ого! Нифига себе! Шучки. Стой, стой, стой. А что ты там варил-то внизу? Можно посмотреть? Там я закреплял эти. Это ремни закладные, ничего интересного. Угу. А это как этот? Как называется? Как это, я забываю, да. Под домкратник. Под домкратник. Под домкратник, под домкратник. Опускаем. Саляму алейкум. Валякум а шалям. Можно, пожалуйста, твой мастерский лоу-кик, пожалуйста. Я даже не делал. Так, ребят, а можно, пожалуйста, узнать, что вы сегодня сделали, ну, сказать, показать, красиво? Праздник за час. За час? Я тебе говорил? За час, да? Давай, Махин, за час. Нет? Эту шнягу. Эта шняга, это что за шняга? Ну, этот лис. Праздник закрепили перегородку, обварили вот эту всю историю. За грунтом даже за грунт. Ну, да, видишь, для герметика грунт. Сделали закладные под ремни. Точно в стандарт. Мы еще заварили, загрунтовали. Тома, опять Шурцов. Ребята, Егор с мега помощником, помощником, который больше устает, чем Егор, хотя работает постоянно. Они сейчас шкурят каркас, тут все, что нужно под покраску. Уже сегодня, уже 19 января. Соревнование 30, да? Не 30, даже. 23 января. Мы еще в Санкт-Петербурге, даже не двигались с места. Колес нет, пацаны шкурят. Все хорошо, как бы все нормально, все под контролем. Еще мы тут забрали комбинезон. Сейчас покажем ребятам, интересно, что скажут. Как им комбинезы в новом стиле. Прикольно. Все здесь, вижу Метелкин. Пока Максима нету главного этого отделения, покажу ребятам, потому что Максим или будет смотреть, очень странно, привет, или будет ругаться, поэтому... Или ему всегда что-то будет не нравиться. Так, сделал комбинез, хотел, чтобы ты заценил, ну, посмотрел, как тебе. Я сказал, я его чуть-чуть подизменил с тех логотипов, просто с того, что ты дал. И поэтому... Обожаю тебя. Бля, ну что там, что там. Давай, давай, посмотри, ну, надо сам. Они сказали, очень, типа, есть замок. Да. И они сказали, что замок может испортиться, ну, типа, она не будет или ровно, или это будет очень ужасно, а если мы не нанесем, типа, мы нарушим и что-то испортим. А на Феррари логотипе, Парше, что это такое? Братан, как? Это же любрикс. Во-первых, а во-вторых, вот здесь тоже хотел, но они сказали тоже, никак, потому что там нагреется вот эта липучка. И здесь, типа, швы, швы, типа, не... И здесь тоже швы, он сказал, мы попадем на швы, и это будет очень ужасно выглядеть, типа, может не приклеиться, лучше не стоит. Ну, вообще, нигде при этом не вижу, но вот здесь, как бы, можно было бы и попробовать. Я... Ну, он говорит, они сказали, швы точно, ну, типа, не вариант. Офигеть, он точно новый? Ну, в смысле, это... Я просто никогда не видел вживую... Выглядит, да, как-то потрепанно, да? Да, да, я согласен. Диван, знаешь, открыли, старый, такой, дедушка. Да, да, старый, вытащили цвет. Этот цвет, типа, чтобы... Он такого цвета, то, что не горит, прикинь? Ага. Вот то, что не горит, только вот, желтого цвета. Этот, как его? А сзади тебе все устроило? Я не тупанул, что это Фарид, а надо было Дернадиров? Нет, нормально Фарид... Блядь, красава, да, опять. Меня так нервничал по этому поводу. Думал, блядь, я сделал говно, такой еду, думаю, блядь, как я мог? Думал, надо Владернадиров, блядь, а потом по... Блин, красава. Это же хорить, Надиров. Спасибо, спасибо. Я подумал, типа, да, ну, красава. Я просто подумал, не похоже ли он в футбольную форму? Не, не похоже. Ну все, тебя все настраивает, Деха? А, нормально все? Хватит шутить, брата, мы уже стали смеяться, я тебя прошу. Ну все, мы протест Дарф пройден, мне звонили, я сейчас перезвоню, потом вернусь. Обязательно. Видите, вот здесь... Он уже клев поставил, я к тому, что отношение к работе. И он обратно снял клев, чтобы убрать снизу старинку. Старинку и так везде. Вот это подход. Да, короче, он снял переднюю часть, так как мы будем переклеивать все. Ребята, еще и фигачат. Это самая неблагодарная, я считаю, работа из всех, что я видел в своей жизни. Вот это вот... Что-то... Что ты делаешь? Шкурить. Что-то шкурить. Это должно быть, я не знаю, металлическое терпение. Ну что, день был тяжелый в бригадне, да и в работе. Поэтому только сейчас освободился, 19 января, сейчас 20-29, полдевятого. Сейчас заеду к ребятам в Шурц, посмотрим, что они сделали. Они, бедные, там целый день с машины возятся, уже не один день. Ну, короче, доделывают машину уже во всем. Был определенный ряд проблем, которые заставил сделать такие большие задержки, заставил попотеть всех и напрячься. Но вроде как ребята все решили. А сейчас едем, посмотрим, что там. Вообще, по-хорошему, сегодня уже вторник, завтра среда, 20-е число. Край завтра надо выехать, если мы завтра не выйдем. Все, что мы делали, это было зря. Вся надежда Любрикса на нас тоже зря. Короче, всех подведем, наших партнеров Любриксов, которые тоже поддержали нашу поездку. Короче, все будет зря. Но я надеюсь, что мы со всем этим справимся, все будет хорошо. Сейчас доедем, посмотрим, что сделали ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!